Доброе время суток, товарищи! В этом ролике речь пойдет о VR Source Engine. Поехали! Когда в релиз вышла Half-Life Alyx, многие недоумевали, почему нас лишили возможности избивать противников одноручным оружием, как это было в плоских версиях игр франшизы до этого. В этом ролике мы ответим на этот вопрос с нашей точки зрения. Если вы смотрели наш ролик, посвященный Bounding Box, то для вас не должно быть секретом. Вокруг каждого живого объекта на игровом уровне существует некая коробка, которая не меняет своей формы и отвечает за модель столкновения персонажем с игровым миром. А грубо говоря, вы не сможете надеть ведро на голову NPC, как бы этого не хотели. Любая модель будет вытолкнута за пределы периметра B-Box. Еще один пример, демонстрирующий это. Возьмем какую-нибудь палку и попытаемся дотронуться ею до NPC. Как вы видите, движок не позволяет этого сделать. Предмет сталкивается с невидимой преградой. Поэтому выходит, что когда мы бьем противника монтировкой, мы попадаем не по мэшу, не по физическому телу NPC, а по его B-Box. Говоря простым языком, мы просто избиваем коробку перед собой. В VR мы могли бы наносить удары с какой угодно стороны, но результат всегда был бы одинаковым – избиение коробки. И игроку не хватило бы силы импульса, чтобы нанести урон NPC каким-либо подручным предметом, как это обычно делалось с помощью гравипушки. Source 2, как и его предшественник, не рассчитаны на правдоподобное взаимодействие NPC с реальным миром. Поэтому единственное, чем мы можем убивать противников – это огнестрельное оружие. Одноручное оружие. Это самое примитивное, что приходит на ум. Достаточно взять фанк физбакс или 3D-модель какой-нибудь трубы, фомики, на одном конце приклеить Триджер Харт, который будет наносить урон только NPC. Таким примитивным образом можно имитировать удар дубиной, электрошокером, поджигать противников факелом и многое другое. Единственное неудобство – придется все время зажимать кнопку на контроллере, чтобы предмет не выпал из рук. Если вам будут интересные видеоролики такого характера, как сегодня, поставьте лайк под вот таким комментарием. А на этом закончим тратить ваше время до следующего раза. Удачи, тамодачи и с наступающим!